Тянет на три звезды. Виды из неё прекрасные, да и советский модернизм выглядит достойно среди построек центра города. Но всё же гостиницу «Венец» пора обновить. В Ульяновске планируют капитальный ремонт брендовой высотки. Соглашение между инвестором с сетью отелей «Азимут» и городской администрацией уже подписано. Однако договор пока не оформлен. Время начала работ и сроки их выполнения ещё неизвестны. Обязательно должно быть капитальный ремонт и реконструкция всех номеров. Обязательно капитальный ремонт всех инженерных систем обеспечения гостиницы. Обязательно ремонт фасада. Кроме этого, дополнительно мы понимаем, у нас есть красивый ресторан на Кровле, который расположен. Реконструкция этого ресторана с видовой площадкой. Экстерьер фасада будут разрабатывать ульяновские архитекторы. Все проекты зодчие обсудят на заседаниях Градсовета. Михаил Капитонов хочет сохранить канву советского стиля. Не перекраивая здания, коллеги архитектора поддерживают. Если гостиница присвоит статус памятника архитектуры, сохранить его облик, не прибегая к радикальным решениям, станет более реально. От квалификации архитектора зависит многое, но далеко не всё. Если инвестор говорит, у нас деньги только на пластиковые окна, и мы будем ставить пластик. У архитектора нет рычагов влияния переубедить его. Поэтому я считаю, что, конечно, очень важно ставить объект на охрану и до начала реконструкции присваивать ему статус памятника. Это помогает определить рамки и заставить корпорацию, скажем так, работать на благо города. Номерной фонд может сократиться в два раза. Сейчас в гостинице около 400 номеров. На месте двух сотен упраздненных апартаментов будут рестораны. Сейчас меня тоже порадовало, что сказали, что отель будет, прежде всего, ориентирован на семейный отдых. С каждым годом у нас увеличивается количество самостоятельных путешественников, которые приезжают в Ульяновск из соседних городов, из Поволжья, из тех городов, с кем есть у нас прямое авиационное сообщение. Номера в венце с виду опрятные, но обновить их надо. Время не щадит ни обои, ни кафель. Да и старые телевизоры пора отправить в утиль. Это номер 2219. Он считается эконом плюс. Действительно, интерьер не настолько уставший. Мебель не полированная советская, а чуть посовременнее. Но все же апартаменты пора бы уже освежить, особенно в ванную комнату. В номерах рангом повыше, просторнее и чуть уютнее. Есть диваны, кресла и техника возрастом помладше. А сейчас мы зашли в номер люкс. Он состоит из двух комнат и двух санузлов. Последний, кстати, очень опрятно выглядит и сделан современно. Но и здесь пора что-то менять. Напомним, гостиница «Венец» – это часть единого комплекса Ленинского мемориала. Весь этот ансамбль возводился в конце 60-х, начале 70-х годов, к столетию Ленина. И, по сути, это был Советский кафедральный собор. В то время «Венец» был самым высоким зданием в Ульяновске. В городадминистрации пообещали не переименовывать самую узнаваемую высотку в городе, несмотря на то, что ее арендует знаменитая гостиничная сеть. Виктория Черкова, Данил Сурков, Управда ТВ.